Всем привет! Меня зовут Ульяна, и я открыла свой секс-шоп в 25 лет. Где я насосала, где я взяла какие-то контактики, вы узнаете в этом видео. Кстати, мой секс-шоп называется «Смех и грех», поэтому вы можете купить там что-либо по промокоду «Иди гулять» будет 15% скидка, самые новые классные товары, подарочки каждому клиенту, и возможность оплаты в рассрочку есть в моем секс-шопе. Ну а теперь о важном. Открыть свой бизнес – это пиздец, ребята. Это очень сложно, у вас должно быть очень много ответственности, или хотя бы мозгов, креатизма и так далее. У меня, например, не было несколько этих пунктов, поэтому, собственно, я не сразу разрослась до миллионерши. Хуёвый миллионерш! Миллионерши хуёв! Что вам нужно понимать? Самый первый шаг – это не уходить с работы с найма, пока вы не открыли свой бизнес и пока он не приносит вам стабильный классный доход. Да, очень сложно работать на двух работах одновременно, но это спасёт вас, как не спасло меня, которая ушла с работы, а только спустя два месяца открыла свой секс-шоп. Вас это спасёт, потому что у вас будет стабильность. Вы не будете принимать какие-то скоростные решения, которые могут оказаться неверными, потому что у вас недостаточно денег. Вы не будете залазить в займ, потому что у вас нет денег что-то оплатить, или вы хотите деньги на рекламу большую, либо, не знаю, какой-то месяц у вас просадка идёт, и вам не хватает средств для погашения кредитов, там, жития, как это было, например, у меня. Если вы работаете в найме, у вас всё равно остаётся вот эта стабильная подушка безопасности в виде денег, которую вы также можете ещё и вкладывать в свой бизнес, чтобы впоследствии он принёс вам намного-намного больше. Выработайте бизнес-стратегию. У меня её не было, блядь! Поэтому всё как бы идёт не очень хорошо. Так как я в этой сфере, в сфере секс-шопа, в сфере писюнов, нахожусь достаточно долго, уже три года, у меня было какое-то понимание, как я хочу, чтобы открылся мой бизнес, что я хочу, как я хочу, чтобы он был оформлен, но, вот, знаете, это всё было как-то размазано по стеклу. Это всё было размазано, как если бы на меня кончили, размазали салфеткой. Ощущения не очень. Очень важно выработать чёткий план действий, чтобы у вас реально было больше, блядь, денег, чем вы могли бы даже себе представить. Внимание! Открыть свой бизнес с минимальными вложениями можно. Я на свой бизнес изначально потратила всего лишь 1100. Это работа мастера, который делал мне сайт. Это обслуживание сайта. И, наверное, всё. А, ну ещё там в ОФЦ я платила за статус ОП или что-то типа того. Ну, короче, где-то сотку я потратила. По сути, 100 тысяч ты вложила и получила больше. Да, но я вложила на работу открытие только сайта, и при этом я не имею возможности давать клиентам быструю доставку. И это является моей проблемой в тем, что я не могу в связи со своей низкоростной доставкой конкурировать нормально со своими конкурентами. Любит конкурент. Если вы хотите открыть прям крутой, классный бизнес, то заранее просчитывайте все эти шаги, и лучше, ну, действительно не жалеть денег на это. Или как-то, ну, смочь, я не знаю, там, заработать, взять какой-то кредит и так далее. Но не делать, как я. Я на самом деле выигрываю в своём секс-шопе, просто потому что у меня есть имя уже, да, какой-то имидж. Я как бы публичная личность, звезда, пизда. Кстати, недавно я сделала свою пиздёнку, слепок. Вы можете посмотреть в моём классном телеграм-канале. Моё имя не безызвестно, поэтому всё-таки у меня есть какие-то уже тёплые клиенты с моего блога, которые так или иначе доверяют мне и покупают у меня. Плюс я кладу милые подарочки каждому заказику, чтобы порадовать своих клиентов. Плюс я, конечно же, ну, естественно, блядь, сделала рассрочку, потому что дрочи сейчас, плати потом. Это офигительно. Вы когда-нибудь такое видели? Я ёбаный гений. Ну, серьёзно, если ты купишь хуй в рассрочку, ну, как бы, это плюс одна кринж-история. Что ты купила? Я купила айфон в рассрочку, а я стиралку, а я член. Перед подружками можно похвастаться смело. Открывайте свой магазин или свой бизнес именно в той сфере, в которой вы шарите. У меня есть знакомая, которая открыла, типа, свой секс-шоп, но она совершенно ноль в этой теме. Ну, так, поверхностные знания на уровне потребителя. Она не знает очень много внутрянки, она не знает очень много про всякие там бренды и так далее. И это сложно, потому что, а, либо ваш бизнес прогорит, будете ли вы там дофига денег вкладывать или не будете, б, вы будете нанимать какого-то специалиста, который будет вас консультировать, чтобы ваш бизнес держался на плаву. Он будет, как бы, представителем вот этой внутренней темы, тот, который очень много шарит за всё. Вот, и тогда давайте вам советую, но это очень много денег потребуется вам. Я, например, открыла именно свой секс-шоп по фунтски бизнес, только потому, что я знала уже всех поставщиков, я очень много ходила на всякие выставки, я знаю, где чё брать. Я именно на стадии открытия секс-шопа я прям наглую ломилась в личное сообщение к каким-нибудь менеджерам, поставщикам, поставщикам, поставщик, поставщиков, и говорила, типа, дайте мне уже аккаунт сейчас, потому что я хочу прицениться для своего будущего секс-шопа. И я уже тогда смотрела, где чё купить, где какой хуй дешевле, где какие-то есть дополнительные скидки и так далее. А также я была достаточно наглая для того, чтобы говорить, типа, «Эй, дайте мне скидку! Ха-ха! В аванс! Я вас не подведу!» Кстати, ребят, если вы смотрите на мой замечательный кулончик, хотите себе такой, он продаётся в моём секс-шопе с Мехогрех, это вообще вибратор. Такой вот, типа, удобно. Потрочил, повесил на шею. На самом деле он, как вибратор, ну, такой себе очень поверхностная вибрация, но как такое, знаете, минутка секс-просвета на моём декольте, я думаю, выглядит шикарно. Что касаемо именно моего опыта открытия своего секс-шопа, я заебалась работать на дядю, честно. Я заебалась от регламентов. Вообще я очень хуёвый сотрудник, ребят. Хуёвый сотрудник в секс-шопе. Да, это я. Я постоянно опаздываю, я постоянно прерыкаюсь, а многие не любят в этом это дело. Я устала очень сильно от суток, потому что в секс-шоп, если ты хочешь хорошо заработать, ты должен работать сутками, потому что очень много из большинств проходят именно ночью. Или доставки какие-то ночью и так далее. И честно, в 21 год это было прикольно, блядь, спать на полу, пиздец. А в 25 уже как бы спинка болит, уже маточка застужается, и всё как бы не очень-то, и прикольно. Плюс меня добило то, что я последний секс-шоп, в котором я работала, я работала двое суток через двое. Это откладывает определенный отпечаток на психике, на своем комфорте, на здоровье, и поэтому я захотела уволиться. У меня обязательно выйдет скоро видео про работу в разных сетей секс-шопов и отзывы от разных сотрудников. Не пропускайте мой YouTube. Вы, блядь, подписывайтесь на колокольчик, лайки там. Соответственно, моя ошибка была в том, что, да, я ушла из найма резко. Три месяца я ебланила, пока у меня готовился там сайт, потом, пока я взбиралась с документами. И знаете что, в этот момент я залезла, блядь, в свою долговую яму. Я взяла очень много кредитов, чтобы, ну, элементарно что-то покушать, да, там, куда-то сходить, заплатить за квартиру. И это, конечно, несло отпечаток, блядь. Очень сильно на работе в моем секс-шопе сейчас. Также было очень сложно именно с документами. Когда вы тупой, вам вообще очень сложно живется, блядь. Я тупая. Мне очень сложно разбираться всяких документов, всяких юридических вопросов. Меня что-то спрашивают, там, что-то, какие-то эти сложные цифры, буквы. Я такая, чего, блядь, какие-то налоги. Я думаю, чего? И слава богу, что у меня есть отличные друзья, потому что я пизда общительная, я дружелюбная. У меня есть очень много знакомых, которые с радостью мне помогали в решении таких вопросов. И если у вас есть такие же друзья, не ссорьтесь с ними. Они вам помогут в будущем. Минутка меркантильности и цинизм. Плюс, знаете, я бы не открылась секс-шоп, не имея базу своих подписчиков, не имея свой блог. Это сложно сейчас открыть какой-то свой бизнес с минимальными вложениями, чтобы он приносил доход. Я вам серьезно говорю, потому что если бы не мой блог, то я же зарабатываю сейчас только с него, только за счет рекламы в нем. Это было бы пипец, как сложно. И если вы хотите открыть свое дело, но при этом у вас маленькая база подписчиков, или вообще вы не медийная личность, не хотите вести блог, вам нужно задуматься, где и как вы будете брать рекламу, чтобы это эффективно, быстро подняться, блядь. Можете написать мне, мы с вами договоримся о рекламе, но если вы будете открывать свой секс-шоп, не пишите мне. Я конкурентов не рекламирую. So sorry. А если рекламирую, что за пресс X3? X5. А, X5 даже? Конечно. Как бы мы выявляли X5. Но смысл не терять своих клиентов, переводя их в другой секс-шоп. Нет, блядь. Это мои дети. Мои маленькие. Извращенцы. Также, знаете, я понимала, что у меня есть просадка с доставкой. Как я вам говорила до этого, то есть вы у меня покупаете, я еду к поставщику, покупаю и отправляю вам. Соответственно, каждый день ездить к поставщикам, я бы ебнулась. Поэтому я какое-то время коплю заказики, еду, собираю и отправляю. Естественно, это время. Поэтому у меня сроки доставки, сроки сбора товара до 7 дней. И я думала, как тогда выделиться? Как выделиться, чтобы все-таки иметь какое-то другое преимущество? Да, там типа с доставкой я пока просаживаюсь, но где-то же нужно выигрывать, чтобы покупали именно у меня. И я придумала то, что я просто каждому-каждому заказу делаю какие-то подарочки. Это может быть, допустим, если я вижу, что в заказе есть презервативы, то есть я думаю, типа человеку интересно какие-то презервативы попробовать. Я, допустим, в подарок кладу несколько других видов хороших презервативов, чтобы человек попробовал. Либо, может быть, если я вижу там, что мастурбатор, я кладу эрекционное кольцо. Смазки, сошетки, часто вот такие пробнички, смазок, это ко всем заказам 100%. Я кладу какое-то массажное масло, массажные крема очень клевые, типа это приятно, это универсально, это здорово, почему бы и нет. И также у меня были пару случаев, когда я отправляла заказ, и у меня не было подарков. Я не знаю, я думала, они у дома есть, у меня лежат парочку, ну типа, ну так, на всякий случай. Но тут что-то я не заказала их, и я просто сделала классный промокод людям, не буду его называть. Вот, он действует там один раз, но чтобы на следующий заказ у них была прям приятная скидка, пиздец, мне даже в убыток. Но я просто не хотела, чтобы люди оставались грустными, что ли. Я хотела бы, чтобы люди ко мне возвращались. Для меня это правда важно. Еще очень важный момент, когда вы открываете свой бизнес, добавлять максимальное количество возможных вариантов оплаты. Для меня это дошло буквально через 4 месяца после того, как я открыла свой секс-шоп. А мне подсказала эту новость подписчица, эту идею, вот, за что я безумно благодарна. И вот таким образом у меня появилась рассрочка. Типа, это прикольно, это удобно, это клево, и это добавляет вариацию для людей, чтобы, может, вообще никогда у вас не будут пользоваться эта рассрочка, но чтобы она была, это прям прекрасно. Типа, чтобы люди знали, угу, я могу еще и так. На самом деле, самое важное, когда вы открываете свой бизнес, это верить в себя, запастись терпением обязательно, потому что, может, не стрельнуть там с первых разов. И самое важное, любить то, что вы делаете. Это прям... На этом строится все. От этого берется и вера, и терпение, и силы, и мотивация. Если бы я вернулась в прошлое, могла бы что-то изменить для лучшего старта для своего бизнеса. Это, наверное, не увольняться с работы, чтобы у меня был какой-то капитал, накопить какой-то капитал. И самое важное, блядь, разобраться со всеми своими долгами, прежде чем открывать бизнес, потому что он может не сразу попереть, могут быть точки просадки. И очень важно в этот момент иметь сумму, чтобы не брать, грубо говоря, еще взаймы и не закапывать себя еще глубже. Также я бы, наверное, наняла какого-нибудь консультанта, чтобы именно по помощи построения бизнеса. Это было бы прям супер-гуд, супер-классно. И, наверное, все. Я надеюсь, что вам мое видео было очень интересно. Надеюсь. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите мне комментарии, потому что мне, правда, очень важна обратная связь. И, конечно же, покупайте, блядь, в секс-шопе Смех и Грех, потому что по промокоду ёпта, иди гулять, 15% скидка. Радуйте свои гениталии и будьте счастливы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!